Так-так, какой хороший домик. Интересно, в нём есть мелочь? Ща посмотрим, что у него там внутри. Что это? Поршневая дверь? Ха-ха! Для лохов! А-а-а! Всем привет, с вами Сив, и это ремейк моего механического дома, по которому я делал видео год назад. К сожалению, в тот раз карта была утрачена, и мои зрители не смогли насладиться всем этим вживую. Ну а в этот раз всё по-другому. Карта присутствует, о том, где её добыть, я расскажу в конце видео. Ну а сейчас я полностью облажу весь этот дом, и расскажу, и покажу все механизмы, которые в нём находятся. Ну, во-первых, как уже все заметили, дом имеет совершенно новый внешний дизайн. Но, несмотря на это, основная концепция и расположение комнат остались почти без изменений. Что касается механической части, конечно же, я не мог обойтись без новых механизмов и новых помещений для этих механизмов. То есть дом также ещё наполнился несколькими новыми комнатами. В общем, сейчас я всё это покажу. И вхожу я в дом, вешая redstone факел вот сюда. Вход я модифицировал, теперь можно сразу же забрать redstone факел, и также у ловушки есть возможность самовосстановления. То есть после того, как грифер упадёт, спустя несколько секунд, эта дверь снова будет нормально функционировать. Итак, я вхожу в дом, и что же я здесь вижу? Ни хрена, потому что здесь нужно включить свет. Кстати, освещение в зале я также изменил, так что заценяйте. Но, конечно же, механизм освещения далеко не самый крутой механизм в этой комнате. Самым крутым механизмом, конечно же, были и остаются часы. Вот такие вот обычные аналоговые часы, которые висят на стенах у многих людей. Выглядят они теперь, возможно, не так аккуратно, как в первой версии дома. Но зато теперь этот механизм более надёжный, и он не сломается просто так, если ему вдруг захочется. Ну и механизм стал в 4 раза меньше, что также является немаловажной деталью. В общем, в этой комнате больше никаких механизмов нет. И я спускаюсь в санузел. Спускаясь в санузел, мы видим вот такие вот два рычага, которые отвечают за освещение в этих помещениях. В этом и в ванной. Так, здесь вот такие вот кабинки с вот такими вот толчками, в которые можно навалять кучу чего угодно. И нажатием кнопки это всё благополучно смоется. Рядом такая же кабинка. Ну а здесь ванная. В ванной комнате вы не найдёте никаких кнопок, потому что здесь всё автоматизировано. И основано на датчиках движения. Если залезть в ванную, то здесь, как видите, потечёт вода. И, становясь под душ, вас начнёт поливать вот такими вот потоками воды. Так, ну что ж, в санузле всё, и я пройду дальше. Ну а дальше я иду в кафешку. Так, ну кафешка заделана под самую обычную кафешку. Здесь нет особо ничего примечательного. Разве что нажатием этого рычага открывается вот такой вот проход в такую маленькую уютненькую комнатку. Ну и всё, больше здесь ничего особо и нет. И поэтому я иду дальше. И дальше я иду на кухню. Так. Включаю здесь свет. На кухне также нет никаких механизмов, кроме одного маленького. Кроме вот этого утилизатора. Бросаю у него дробь, и... Ну и больше я его никогда не увижу. Также здесь есть вот такая вот куча рычагов. Так, этот рычаг отвечает за освещение в кафе. А этот рычаг выполняет одну очень интересную функцию. Нажимаю на него, и иду обратно в кафе. И обнаруживаю, что кафе-то здесь больше и нет. Вместо него здесь проход в столовую. Вот такой вот столовую. Так, вернусь обратно на кухню. И повторным нажатием этого рычага... Нажал на него ещё раз. Я могу вернуться обратно в кафешку, и теперь здесь снова кафешка. Также здесь есть вот такая вот кнопочка, но она просто отвечает за освещение в столовой. На этом я уже не буду останавливаться, и просто пойду дальше. А дальше я иду на второй этаж. На второй этаж я поводу с помощью лифта, который мне для начала нужно вызвать. Нажимаю на кнопку, и жду прибытия лифта. А вот и он. Так, захожу. Снова нажимаю кнопку. И еду наверх. Ну, вот я и на втором этаже. Так, здесь балкончик с отличным видом на джунгли, на море, на пустыню. Ну, и на такой небольшой дворик вокруг дома. Прекрасно. Но не буду на этом останавливаться, и пойду дальше. Здесь вот такая вот обычная маленькая пустая комната. Но, также здесь есть рычаг. Нажимаю на рычаг, и вуаля! Эта маленькая пустая комнатка превратилась вот в такую вот миленькую комнатку побольше. И с мебелью. Повторным нажатием рычага она вновь превращается вот в такую вот маленькую пустую коробочку. Так, ну что ж, иду дальше. Ну, а дальше у меня вместо склада, как было в первой версии дома, вот такая вот комната отдыха. Здесь можно посидеть у камина. Ну, или же посидеть на вот таком вот выдвижном диванчике. И, так же, здесь есть вот такой вот игровой автомат. Так, у меня как раз есть несколько алмазов для того, чтобы сыграть. Ножу алмаз в верхний раздатчик. И... Так, ну что ж, я видел там один момент, промелькнул, вот. За то, что мне там подфартило, и в одной там доле секунды просто была нужная у меня комбинация из трех блоков меха, я получил этот свой алмазик обратно. Ну что ж, попробую еще раз. Так, в этот раз мне повезло еще больше. Ну что ж, попробую еще. Раз уж мне сегодня так везет. Ну, к сожалению, сейчас ничего у меня не вышло. Ну, ладно, хватит играться, короче. И я пойду дальше. Так, забыл сказать об этом рычаге. Он отвечает за освещение в этой комнате. Ну, думаю, это очевидно. И есть здесь также вот такая вот кнопочка, которая открывает дверь в стене. Открывает дверь в совершенно другой мир. Вот в такой вот микромир. Мой микромир под тенью капюшона. Мой микромир на компромиссе с Вабилоном не идет. Ну что сказать. Здесь просто вот такой вот маленький кусочек природы. Вот в таком закрытом помещении. И также здесь по небосводу ходит солнце. В соответствии с дневным временем. И здесь есть такая небольшая пещерка, которую вы сможете расследовать. Ну, и продолжить ее, возможно. Вот. Ну, здесь все. И я возвращаюсь обратно. Так, открою-ка я эту дверку. Ну, и закрою, нечего двери открытыми оставлять. Так, ну а сейчас я спущусь в самую загадочную комнату в этом доме. И спущусь буквально к сердцу этого дома. Я сейчас действительно выражаюсь буквально, это действительно сердце дома. И, ну, в общем, сейчас я вам все покажу. Ну, а путь к сердцу дома лежит через туалет. Я просто беру и прыгаю в толчок. И попадаю вот в такую вот маленькую закрытую комнату, из которой я уже просто так не выберусь. Ну, на самом деле здесь есть скрытая дверь. И сейчас я покажу, как ее активировать. Во-первых, в этой комнате нужно найти в углу вагонетку. Вот, нужно вот так попасть в блок правильно. И здесь откроется инвентарь вагонетки. И в нее нужно положить арбуз. Строго одну штучку и строго арбуза. Сейчас я толкну ее и... Вуаля, дверь открывается. Так, сюда мне пока что не надо. Пока что я пройду вот в это помещение. И это есть не что иное, как шкала голода дома. Да, этому дому нужно питаться для того, чтобы поддерживать его жизнь. И для того, чтобы работали все механизмы в этом доме. Если же шкала пустеет, то все механизмы просто выключатся. Поэтому не стоит этого допускать. И желательно периодически его подкармливать. Подкармливается он следующим образом. Ложим в выбрасыватель арбуз. И нажимаем на кнопку. И у него устанавливается одна шкала голода. Можно положить сюда сразу несколько арбузов. И просто несколько раз нажать на эту кнопку подряд. Вот. И таким образом можно удобно и быстро его кормить. Ну, что я могу сказать. Ест он не очень много. Но где-то раз в два дня все-таки нужно его посещать и кормить. Так. И также есть возможность искусственно стимулировать его жизнедеятельность. с помощью вот такой вот небольшой игры. И в чем же она заключается? Если я сейчас нажму на кнопку, вот, то у меня покажет, сколько из этих рычагов поставлены в нужное положение. Для того, чтобы эта шкалка голода поднялась. Вот. Сейчас у меня загорелась одна вот эта вот лампа. И это означает, что в нужное положение поставлен один из этих рычагов. Ну и моя задача, конечно же, сопоставить их все. Так. Попробую дернуть за этот. Посмотрю, что из этого выйдет. И вижу, что, видимо, теперь ни один из этих рычагов не поставлен в нужное положение. Значит, все, что мне нужно сделать, это просто переключить в другое положение все эти рычаги. Так. Нажимаю на кнопку. И четыре. Отлично. Вот таким вот образом я, можно сказать, на халяву разыграл шкалки жизни дома. В общем, с помощью этой игры можно экономить на арбузах. И не обязательно делать большую плантацию, если вы, конечно же, можете логически думать. Так. Ну, я, в общем, все показал. И теперь, думаю, можно покинуть это помещение. Дом я немного покормил. Так. И я выхожу. Меня телепортировало обратно к толчку. Дверь закрылась. Вот. И все. Как будто меня там и не было. В общем, полную экскурсию по этому дому я провел. Рассмотрел все механизмы. В общем, ссылка на скачку этого дома есть в описании. Я пока что покидаю этот дом. И заканчиваю это видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.